Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по первой книге царей. Сегодня мы будем читать седьмую главу этой книги. И первый стих. «И пришли жители Кириаф и Арима и взяли ковчег Господа и принесли его в дом Аминадава на холм, а Илиазара, сына его, посвятили, чтобы он хранил ковчег Господа». По всей видимости, жители Кириаф и Арима слышали о том, что произошло с евреями в той местности, где было уничтожено Господом его гневом 70 человек. И они действуют уже более осторожно. Они переносят в дом ковчег и там посвящают человека, чтобы он оберегал эту святыню. Что значит посвятить? Посвятить – значит отделить от всего нечистого, от всего оскверненного, чтобы он мог безбоязненно совершать свое служение. Иосиф Флавий в своей книге «Иудейские древности» пишет, что Аминадав был левитом. Но он, может быть, ошибается, считают некоторые экзегеты, что Аминадав был левитом, так как все указывает на то, что Аминадав был не левитом, а даже коином, священником. Потому что левиты были, которые просто принадлежали колену левина, а были те, которые священниками служили в храме. Поэтому вот этот Аминадав, посвященный, он был вполне священнослужителем. Во-первых, само имя Аминадав, вероятно, происходит от слияния имен двух сыновей – Ахарона, Аминадава и Авиху, которые умерли в пустыне после слишком вольного отношения к ритуалу жертвоприношения. И об этом мы говорили. Во-вторых, сын Аминадава, Елазар, был тезкой третьего сына Ахарона. Следует отметить, что имя Авинадав расшифровывается как «Ави», то есть «Отец мой», то есть «Бог надив щедр», то есть «Мой отец Бог щедр». Вот так это имя переводится. А имя Элазар расшифровывается как «Хаэль», «Бог возвышенный», приставка «Ха» – это «возвышение», а «Азар» – помощник, тот, кто помог. И мы читаем второй стих «С того дня, как остался ковчег в Кириаф и Ариме, прошло много времени, лет двадцать, и обратился весь дом Израилев к Господу». То есть они здесь вели себя правильно, и через это они все усилили свои какие-то религиозные качества, что и раскрывается в этих словах «Весь дом Израилев обратился к Господу». И давайте посмотрим, что пишет Григорий Великий двоислов. Итак, поскольку мы относим совершенство ковчега к совершенству созерцательной жизни, то покуда ковчег Бога остается в Кириаф и Ариме, просвещенные умы созерцателей обращают дар своего знания в наслаждение, открывающегося им сияние небес. То есть подданное наслаждение в вечности будет заключаться в созерцании Бога, то есть в постижении Бога. И Григорий Великий, Папа Римский продолжает. «Да, двадцать лет остается там ковчег Бога. Души избранных, устремленные к вершине внутреннего возрастания, имеют число десять для совершенствования знаний». Это указание на правильный образ жизни по десяти заповедям. Но число двадцать для наслаждения вещами небесными. То есть за соблюдение закона Божия, как бы награда человеку удваивается, он и в этой жизни получает благословение, и в будущей небесной. Увеличение дней может быть отнесено к возрастанию добродетелей духа. И так как причина, по которой дни умножаются, называются явно, то точно указывается в двадцатый год, ибо избранные души, созерцающие тем ярче, начинают точно возрастать в благодати, сиять в добродетели, тем ярче, чем более они сосредотачиваются на небесном. То есть, исполняя закон Божий, мы все-таки это должны делать прежде всего ради грядущей небесной жизни, вечной, чем нежели, вот, как бы, откупаясь от Бога. Да, я исполню эту заповедь, а ты мне помоги в этой жизни. Это немножко неправильная будет логика. И далее мы читаем уже третий стих. И сказал Самуил всему дому Израилеву, говоря, «Если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу, то удалите из среды себя богов иноземных и Астарт, и расположите сердце ваше к Господу, и служите ему одному, и он избавит вас от руки филистимлян. И удалили сыны Израилевы Ваалов и Астарт, и стали служить одному Господу». Для современных россиян, это очень актуальный призыв, «удалите из среды себя богов иноземных». Какие боги сейчас завалдевают умами россиян? Это стремление к сексу, к долларам, к евро. Это почитание всяких кривляющихся на сцене поп и рок музыкантов. Это пресмыкание перед западной секуляризированной культурой, обмершленной культурой. Поэтому нам надо всем тоже обращаться к Господу и удалять из среды себя, как народа, богов иноземных, всех этих Астарт, всех этих кривляющихся всяких актеров, и так далее, и так далее. Потому что это неприлично для православных христиан. «И удалили сыны Израилевы Ваалов и Астарт, и стали служить одному Господу». И давайте посмотрим толкование беда достопочтенного. Начиная со слов «И сказал Самуил всему дому Израилеву, говоря, и далее, вплоть до того места, где написано «И построил там жертвенник Господу», Писание образно представляет нам то, как Господь наш Иисус Христос учил в Иудее, творил чудеса, страдал, восстал из мертвых и вознесся на небо, и неспослал благодать Духа Святаго, тем самым сделав наследниками Его милости не только иудеев, но и все народы. «Самуил, приняв священство после смерти Илия, потребовал от всех израильтян изгнать иноземных богов из среды своей и сказал «Расположите сердце ваше Господу и служите Ему одному, и Он избавит вас от руки филистимлян». То есть если мы хотим быть избавлены от рук потенциальных врагов нашей земли, во-первых, мы должны очиститься. Мы должны очиститься сами, иначе если мы нечисты, а чем мы отличаемся от наших противников, они тоже нечисты. Что получится, один нечистивый оберегает себя от другого нечистивого? Нет. Мы должны быть другими людьми, новыми людьми. Каждый христианин должен стремиться к некому обновлению идеалов своей веры. То, что они удалили этих валов и астарт и стали служить одному Господу, вот это великое благо. Я недавно посещал собрание кришнаитов, там был памятный вечер, память одного человека, которого я знал, и мы с ним очень много беседовали о Христе. Я не знаю, в каком расположении духа, он умер. И они мне предоставили возможность сказать какое-то слово памятное об этом усопшем. Я все время повторял им одну и ту же фразу «Господь Иисус, Господь Иисус, Господь Иисус, Господь Иисус». Чтобы обратить их внимание, чтобы они хотя бы задумались, что многие из них когда-то были крещены в православной вере, но вот так они запутались, потом и отступили от истины Господа Иисуса Христа, единого Спасителя нашего. И вот то, что израильтяне, они устраняют валов и астарт и начинают служить одному Богу, конечно, это великое благо. И далее пятый и шестой стих «И сказал Самуил, соберите всех израильтян в массиву, и я помолюсь о вас Господу». И собрались в массиву, и черпали воду, и проливали пред Господом, и постились в тот день, говоря, согрешили мы пред Господом, и судил Самуил сынов израилевых в массиве». И теперь мы посмотрим комментарии Льва Великого, Папы Римского, который пишет, «Было время, когда еврейский народ и все колена Израиля, затяжившись своих грехов, удерживались под тяжелым гнетом филистимлян». Ну и мы, россияне, тоже были в 70-летнем большевистском безбожном рабстве за наши грехи. И вот, чтобы смочь одолеть врагов, как показывает священная история, они восстанавливали силы духа и тела самовозложением постом, самовозложенным постом. Они верно рассудили, что заслужили столь тяжкого и скорбного покорения за пренебрежение уставов божьих, за порочный образ жизни, и, что напрасно, будут сражаться оружием, покуда прежде не поборют свои собственные пороки. Вот так же было и нашествие монголов на Русь, и русские князья говорили, «За окаянство наше Господь навел на нас этот народ, этих правителей, языка которых мы не понимаем». Так же за грехи наши было и нашествие Наполеона, ведь тогда русские люди, дворяне, всякие господа, они не только говорили по-французски, как пишет граф Лев Николаевич Толстой, но и думали на этом языке, а Бог умеет наказывать людей их собственными идолами, грехами и их предпочтениями. И любая война против нас – это некое попущение Божие, чтобы вразумить нас, устроить такую встряску, чтобы мы все-таки обрели бы какую-нибудь духовную вменяемость. И далее мы читаем, это уже седьмой стих по восьмой. «Когда же услышали филистимляне…» Вот какая реакция филистимлян на то, что народ очистился, народ Божий. «Когда же услышали филистимляне, что собрались сыны Израилевы в массиву, тогда пошли владетели филистимские на Израиле. Израилетяне, услышав о том, убоялись филистимлян». Почему они убоялись? Они не совсем очистились. Они понимали, что есть еще проблемы. Любой грех – это двери, открытые в городе, которые осаждают враги. Если все двери не закрыть, то враг нападет с разных сторон. «И сказали сыны Израилевы Самуилу, не переставай взывать о нас Господу, Богу нашему, чтобы Он спас нас от руки филистимлян». И сказал Самуил, «Да не будет этого со мною, чтобы отступить от Господа, Бога моего, и не взывать о вас в молитве». То есть Самуил понимает, что народ немощен, и он не будет останавливать свою молитву за этих людей. И Иоанн Златоуст пишет, «Слушайте, что и Бог говорит, буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего. Но когда при праведном языке, в противном случае, если бы и молитвы великих грешников не имели силу, то почему Бог не сказал того же, и когда пришел Новохудоносор, но предал город, потому что усилилось нечестие?» Вот почему во время войны сразу огромная часть нашей территории оказалась под оккупантами из-за того нечестия, которое усилилось. Златоуст продолжает, «Равным образом тот же самый Самуил молился об израилетянах и имел успех. Но когда? Когда и сами они были добродетельны, то есть начали очищаться, каяться, тогда они побеждали врагов. Но зачем, скажешь, нужна мне молитва других, когда я сам благогождаю Богу, что говоришь ты, человек? Павел не говорил, зачем нужна мне молитва, хотя молившиеся не только не были достойны его, но даже и не равны, а ты говоришь, зачем нужна мне молитва. Петр не говорил, зачем нужна мне молитва, ведь, говорится, церковь прилежно молилась о нем, которая молитва тотчас освободила его из уст, а ты говоришь, зачем нужна мне молитва. Потому она и нужна для тебя, что ты считаешь ее защитой для тебя. То есть мы должны молиться со всяческим усердием, потому что в молитве мы призываем имя Божие, а в Писании сказано, имя Божие – это крепкая башня, и правильно поступает праведник, когда прячется в ней. И далее мы читаем с 9 по 12 стих, «И взял Самуил одного ягненка от сосцов и принес его со всем народом во всесожжение Господу, и возвал Самуил Господу о Израиле и услышал его Господь». И когда Самуил возносил все сожжения, филистимляне пришли воевать с Израилем. То есть филистимляне поняли, что эта нация может возродиться духовно. Но почему, например, на нашу страну нападают? Потому что у нас храмы восстанавливают, монастыри восстанавливают. Это неприятно современным филистимлянам, всяким плештим. И они думают, не надо дать им подняться так серьезно, нравственно и морально. И они пытаются как бы подстрелить птицу на взлете, как и Российская империя. До начала войны 1914 года, это никому не нужная война, Россия вообще была на мощнейшем подъеме, но потом Британия и Франция подтолкнули нас вступить в эту войну, потому что они не хотели один на один воевать против Германской империи. А задача темных сил была просто опрокинуть любую форму единодержавия. В результате Первой мировой войны прекратилось единодержавие в России, в той же Германии и даже в Турции. А как учатся эти отцы, любая форма самодержавия, даже римского, языческого, противостоит Антихристу, ибо ни один самодержец и ему не уступит свою власть. Поэтому наша брань, она очень серьезная брань, и мы должны ее ввести с осознанием всех тех проблем, с которыми мы можем столкнуться. И сказали сыны Израилевы Самуилу, не переставай взывать о нас Господу Богу нашему, чтобы он спас нас от руки филистимлян. И сказал Самуил, да не будет этого со мной, чтобы отступить от Господа Бога моего и не взывать о вас в молитве. То есть церковь всегда молится за народ. «И взял Самуил одного ягненка от сосцов и принес его со всем народом во всесожжение Господу, и возвал Самуил Господу о Израиле, и услышал его Господь». И вот когда Господь его услышал, этот народ, и когда Самуил возносил всесожжение, филистимляне пришли воевать с Израилем. Они не могут равнодушно смотреть, что Бог собеседует с нами через Писание. «Но Господь возгремел в тот день сильным громом над филистимлянами и навел на них ужас, и они были поражены пред Израилем». Действительно, не в силе Бог, а в правде. «И выступили израильтяне из массива и преследовали филистимлян». То есть сначала Господь идет громом и молниями перед полками верных. «И выступили израильтяне из массива и преследовали филистимлян и поражали их до места под Вевхором. И взял Самуил один камень, то есть один какой-то исключительный камень, и поставил между массива и между Сеном и назвал его Авен-Эзер, сказав до сего места, помог нам Господь». Авен-Эзер. Блаженный Иероним пишет, «Камень, который отвергли строители, сделался главой угла». Это тот камень, который упомянут Авен-Эзером в книге «Царств», тот камень есть Христос, Авен-Эзер же означает камень помощи. Действительно, помощь наша от Господа, который сотворил небо и землю. И Киприан Карфагенский тоже пишет, это его трактат, три книги «Свидетельства против иудеев». Он, Иисус Христос, есть тот камень, который поставил Самуил после победы Израиля над иноплеменниками и назвал Авен-Эзером, то есть камень помощи. Действительно, помощь наша от Господа, нашего и спаса Иисуса Христа. И мы читаем с 13 стиха и ниже, здесь говорится, «так усмирены были филистимляне и не стали более ходить в пределы Израилевы, и была рука Господня на филистимлянах во все дни Самуила». То есть пока жив тот, кто молится за народ, а Самуил – это очень сильный лидер духовный еврейского народа, пока священство на высоте, тогда и народу легко. И возвращены были Израилю города, которые взяли филистимляне у Израиля, то есть начинают прирастать землею. От Акарона и до Гефа и пределы их освободил Израиль из рук филистимлян, этих заморских чудовищ, и был мир между Израилем и Амареями. Амареи были сродственны евреям. «И был Самуил судьей Израилю во все дни жизни своей, и с года в год он ходил и обходил Вифиль и Галгал и Масифу». То есть как отец семейства перед сном обходит всех своих чад многочисленных, каждого благословляет, каждого целует. «И судил Израиля во всех сих местах, и потом возвращался в Раму, ибо там был дом его, и там судил он Израиля и построил там жертвенник Господу». Конечно, кого-то может смутить то, что они жертвенники ставили в самых разных местах, а потом было разрешено иметь жертвенник только на храмовой горе, горе Мария в Иерусалиме. Почему так? Потому что действовало такое правило, пока Бог не избрал землю Израиля, вообще можно было по всему миру ставить жертвенники. После того, как Бог избрал землю Израиля, только на этой земле можно было ставить жертвенники и где угодно. А когда Бог избирает Иерусалим, рукой Давида захватывает этот город, и там потом в одни Соломона строится храм, тогда уже только на этом месте разрешено будет приносить жертвы. А с приходом Христа Мессии, как сказано у порока Малахия, служение Богу распространится от востока солнца до запада. Велико будет имя Божье между народами, и будет воскуряться фимиам, то есть совершаться полновесное служение уже в христианском формате, на всяком месте, как и Христос говорит, что Дух Божий дышит, где хочет. И последнее толкование, которое мы сегодня прочитаем, это толкование на Первую книгу царств блаженного Феодорита Кирского. И он задает вопрос, почему, когда Бог повелел законом совершать богослужение в одном месте, Самуил создал алтарь? И он как раз пишет. «Не был еще построен священный храм и служили Богу в разных местах. Впрочем, из всего дознаем, что Бог ограничил богослужение одним местом, зная наклонность народа к нечестью. Ибо для людей благочестивых и разумеющих цель закона всякое место освящалось до служения Богу. Так великий Илья, то есть Илья пророк, когда по закону всех призывал к себе божественный храм, то есть когда уже храм был только один, создал алтарь и принес жертву накормили». То есть для избранников как бы и это ограничение не действовало, когда был уже единственный храм, но несмотря на это праведники выше каких-то условностей и ограничений, дабы на всяком месте прославлять Бога. И христианская церковь, она именно наставляет нас, что на всяком месте от востока солнца до запада велико должно быть имя между народами и везде должен воскуряться фимия, как и предсказал это пророк Божий Малахия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok